В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Представительство ЕС в Украине открывает в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте информационный проект YouOpenEU, который будет информировать о новациях и возможностях, которые появятся у украинского бизнеса после вступления в действие зоны свободной торговли с ЕС. В сообщении отмечается, что после вступления с 1 января 2016 года в силу соглашения об ассоциации Украина ожидает изменения во всех сферах торговых отношений с ЕС. От переоснащения производства, повышения требований к качеству и безопасности продукции, усиления защиты интеллектуальной собственности до изменения в отчетности и учете. Инвестиционное предприятие Cascade Investment, возглавляемое Гейтсом, решилось на покупку 5% акций украинского аграрного холдинга. Напоминаем, что Kernel – это компания, которая работает в агрохолдинге Украины более 20 лет. Известнейшие украинцы марки «Щедрый дар», «Стажар», «Чумак золота» относятся к производству именно этой фирмы. Кроме экспорта масла, Kernel осуществляет также продажу зерновых культур. Украина заплатила за импортный уголь 1,25 млрд долларов. Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,250 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба. Согласно статистике ГФС, крупнейшие поставщики угля для Украины – Россия, США и Австралия. Нефтяный гигант Exxon Shell Total и Eni увеличили закупки саудовской нефти за счет российской для своих НПЗ в Западной Европе и Средиземноморье, пишет Reuters. Два источника рассказали Reuters, что Саудовская Аравия ищет складские мощности в польском Гданске, чтобы ускорить поставки восточноевропейским покупателям. По информации одного из трейдеров из Гданска, можно будет осуществлять поставки в Германию, чтобы составить конкуренцию российской нефти, идущей по нефтепрободу – Дружба. Таким был рейтинг бизнес-новостей. Оставайтесь с первым делом.